ОАЗИС МЕДИЯ 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 воспринимать всю ситуацию вокруг и как также написано в писании что из-за недостатка знания гибнет народ мой то есть нам нужно иметь трезвый взгляд трезвое знание прошу вас поддержите нас в молитве это очень важно и чтобы это случилось нам нужно где-то обновить то наше призвание призвание израиля и вдруг почувствовать мы не хотим быть как другие народы бог не это нам дал то ранее об этом говорит апостол павел не об этом говорит когда говорит что у каждого народа есть свое предназначение у израиля есть определенное предназначение и нам нужно выскочить из этого тумана чтобы разобраться понять даже чтобы правильно покаяться даже правильно вознести молитву к небесному отцу но это такой вот как бы вступление а сейчас я хотел бы пробежаться по нескольким пунктам и вот трезвость она нужна нам пожалуйста снисходительно отнеситесь к тем словам которые я буду говорить потому что как я сказал мы находимся внутри вокруг бушуют ветра и где-то многое тяжело понять а нам нужно и понимание и покаяние и принятие силы от господа и потом я надеюсь мы пожнем духовные плоды я знаю что в это время весь youtube весь интернет наполняется эсхатологическими толкованиями я бы сказал бы так я бы не спешил начинать все истолковывать в эсхатологическом порядке понятно что есть определенная интенсивность разных вещей которые увеличилась в мире но как говорит апостол пётр в новом завете что пророчество понимается только после того как его и как она исполнилось многие же сейчас пытаются притянуть одно на другое и это также делать вам конфуз и многие верующие начинают просто впадать в паранойю и не в правильное состояние духа и так многослойный пирог целый ряд факторов которые привели к сложившейся ситуации первый я бы назвал его разделение в народе знаете разделение в народе те из вас кто слушает меня и вы верующие люди принадлежите каким-то общинам мессианским или христианским или неважно каким то вы наверняка знаете когда в общинах случается разделение то община может очень легко распасться и там может быть прекрасные лидеры и все такое но если где-то что-то не досмотрели и вошло вот это вот разделение она может разорвать общину на куски я такие вещи видел вы знаете мы наверно как верующие в израиле слишком спокойно отнеслись к тому разделению которое нарастало в стране разделение на религиозных и светских на правых и левых и я могу конечно и правильно сделаю что определенную вину и толику того что случилось возложу на правительство которое искала свои интересы и не заботилась о том чтобы предотвратить вот это разделение в народе но даже враги израиля усиленно последние месяцы многократно говорили израиль сейчас крайне слабо они друг другу не доверяют и вдруг бум и вот это вот все что случилось 7 октября случилось и вот здесь я хочу сказать единство это наверное мощнейшая сила когда-то единство зла вызвало реакцию творца это вавилон там написано и они едины и они могут делать много зла как можно много сделать добра если мы едины я здесь хочу вас просить молиться о том чтобы сверхъестественным образом покаяние об этом разделение приходило в сердца людей и на самом деле единение уже случилось и это фактор израиля и даже люди которые извне приезжают сюда и видят вот война и здесь все друг другу начинают помогать это да то что сейчас случается и это наверное крайне положительный плод всего этого ужаса который случился и как не больно говорить но вот таким образом мы встряхнулись второй пункт о чем я хотел поговорить наше правительство к сожалению и это наверное это замечают люди во всех странах правительство вдруг на ком-то этапе последних x лет 10 лет 15 лет вдруг отключаются от народа и начинают заниматься только своими политическими интересами и даже пытаются какие-то радостные или бедственные ситуации которые случаются в народе они вдруг в этот момент вклиниваются начинают это все пиарить в свой счет так вот к сожалению наше правительство я могу сказать последних несколько правительств очень много занимались собственным пиаром и они упустили ситуацию в библии израиль имеет несколько имен племя иакова израиль есть еще одно интересное имя которое называется ешурун ешурун это от слова я шар прямой честный двигающийся вперед молитесь пожалуйста чтобы у тех политиков у кого совесть приостановила свою функциональность она обновилась ну или чтобы они сошли с экрана потому что нам нужны лидеры и к сожалению каждое правительство или каждый народ достоин своего правительства нам всем нужно обновиться в этой прямом хождении перед господом богом это пункт молитвы эти вещи мы не можем исправить словами потому что там и здесь возникают какие-то фракции которые говорят вы должны это вы должны 5 вы должно 10 но к сожалению коллекционные интересы часто превозмогают если господь придет и будет покаяние то она будет даже однажды случится покаяние об отторжении или непринятие сына божьего еще в захаре в 12 главе написано из будет излить дух святой и будут плакать познают каждая группа познать чем они согрешили вот нам сейчас перед тем великим откровением еще нужно излияние духа на каждую фракцию на каждое племя в нашем народе чтобы люди могли понять вот здесь мы согрешили господи помоги нам быть добрыми управителями того что ты верил нам. третий пункт о чем я хотел поговорить и уже я поднимал этот вопрос предательство предательство это ужасно библия несколько раз приносит примеры предательства мы по жизни все переживали моменты предательства когда мы реально придавали когда нас предавали и когда может быть и мы предавали всякое могло быть и предательство это ужасно потому что ты опираешься на человека и помните этот пример в библии вдруг этот египет оказывается тростью надломленной что такое трость надломленная ты опёрся раз я пробила руку и ты уже не знаешь как собой заниматься какое там предательство случилось мы не знаем пусть бог выявит эти вещи есть четкое обетование то что делается в тайне будет вынесена на крышу и будет рассказано людям я очень надеюсь что будет создана государственная комиссия и будут расследоваться вещи подетально потому что те из армейцев которые были задействованы в структурах охраны границы говорят что такая задержка реакции в принципе невозможно за лесу которая приближается к забору безопасности уже сразу выезжают и прилетают вертолеты начинают исследовать мы же маленькая страна в конце концов здесь любой стороны лёта совсем немного там летные базы были вокруг но было какое-то предательство оно могло прийти с другой стороны и уже сейчас говорят что на очень многих работах в израиле были задействованы палестинские люди из газы и по всей видимости их проинструктировали как собирать информацию это было многолетняя многолетняя подготовка и она обернулась большой бедою я хочу сказать многие из вас конечно читают эти вещи но там у вас как строчки новостей и даже возможно многие не сильно к этому сердце прикладывают но мы здесь в ужасе от тех тысяч четырехсот человек которые были зверски убиты вот просто просто за замучены ни за что мы просим вас молиться еще один момент который я хотел поговорить и я уже начал о нем говорить немножко раньше но сейчас более развернуто мы все люди мы все все разные народы все очень похожи друг на друга ну по крайней мере функции наших тел но мы как израиль забыли что у нас есть определенное призвание и мы это призвание я вам говорю сейчас как еврей как мессианский еврей как человек который очень любит эту землю этот народ и являюсь его частью и всегда у меня были эти немного ну крайне таки или завышенные националистические я люблю свой народ короче говоря так вот у израиля есть призвание и библия очень четко говорит израиль ты пытаешься все время быть как другие народы но не это приз не для этого призвал к себя господь бог вы знаете вот это технологическая экспансия всего модерного в которую захвачены все безусловно все слои населения сделала нас вот забывчивыми про эту тему что израиля есть определенное призвание свое отношение в свете торы свое отношение и свои делим с грехом и праведностью именно это требует от нас господь мы должны воспринимать какие-то вещи которые мир воспринимает так мы должны воспринимать по-другому потому что даже второзаконие говорит что по числу сынов израиль вы господь снил пределы народа в мира то есть мы совсем потеряли ту ответственность которую несем в духовном плане перед народами мира и знаете это понимание не присутствует я сейчас может быть удивлю кого-то кто-то скажет вот посмотри ортодоксальные евреи они нет у них свое понимание у других свое понимание у третьих свое про непонимание а нам нужно вернуться к основаниям которые которые есть еще на священном писании и вы языке или есть очень интересная вещь которая описывает я прочитаю слова одну у меня зени на другом языке но неважно я их так проговорю там написано и верну вас землю вашу и очищу вас чистой водой и очищу вас от всех идолов которые накопились у вас я на самом деле про эту тему говорю уже достаточно много но сейчас она для самого меня становится крайне актуальной потому что очиститься от того что мы годами может быть десятилетиями столетиями и даже двумя тысячелетиями накопили в галуте и потеряли тот внутренний призыв израиля здесь нам нужны ваши молитвы друзья здесь вы ученики ешуа молитесь чтобы израиль вдруг осознал что он является божьим представителем на земле с особенной индификацией и без этого нам будет крайне сложно вернуться корням вернуться к тому призванию которое господь дал нам знаете наверное некоторые еще помнят те моменты духовного пробуждения которое случилось в конце 80-х в ссср было в других местах и не все помнят что как раз в это время господь особенным образом прикоснулся к еврейскому народу я помню как мы студентами сидели вместе и пили чай кофе я не знаю что мы там пили и кто-нибудь ставил кассету и рушилаем шел загав или а тыква и люди евреи которые там были в комнате начинали плакать и это были не совсем сентиментальные люди просто в этот момент было особенное духовное помазание настроение господь может его снова послать если он пошлет снова другом образе это помазание это призвание это прикосновение божьего духа то многие будут хотеть господи обнови нас есть такие слова они обычно провозглашаются когда свитки сторы после чтения возвращаются ворон и есть такое хадешат ямейнуки кеды обнови наши дни как прежде обнови нас обнови нас знаете я уже говорил в предыдущих выступлениях что несколько недель назад мы были на похоронах алины девочки из она дочка одного членов нашей общины ее папа миша рикин глаз и мы там были там было примерно 2000 человек пришли провожать ее она реально героиня защищала своих подопечных и схватила оружие и отстреливалась и все же я и у меня других слов не только как назвать рыжеволосая героиня и вы знаете вот там стояли эти 2000 человек и человек который проводил церемонию военный раввин он сказал и покойся на крыльях шахины и покойся на крыльях шахины и вот я просто чувствовал то оцепенение которое было и я подумал вот вот народ вот это народ даже на похоронах когда вот эта власть божьего всемогущества и контроля несмотря на ту боль и и ужас и вы можете представить что сколько с того момента прошло похорон 1400 и даже еще говорят что не все тела опознаны это насколько нужно быть не людьми скотами чтобы пройти просто и сделать вот это с людьми нам нужно ваша молитва чтобы господь дал нам вернуться к истокам то что потерялась но то что должно быть восстановлено и так еще несколько вещей от человеческой схожести то есть мы схожи но у каждого народа свое призвание но есть еще одна схожесть не схожесть мы схожи с теми ребятами которых публикуют убили солдаты израиля с той стороны и вот здесь я хочу сказать на фотографиях они такие же симпатичные ребята как и наши но внутренних внутренность их это не люди я не могу понять до какого уровня вроде бы с виду нормальный человек должен опуститься чтобы прийти и ножом резать разрубать насиловать и делать это и говорить мне так сказали делать ну мы же как бы все апеллируем к словам и такие прогрессивные все мы продвинулись вперед и вот опять все это скотство как такое можно сказать знаете это наверно игра слов но это не игра слов и реально когда человек входит не в организацию террористическую хамас а на библейском языке в бытие в шестой главе написано состояние людей стала хамас это даже не знаю как толком перевести безграничное зло то господь сказал исправлять я их больше не буду на виду воды потопа и и я вот со всей болью и как руэ кигила человек который должен ценить человеческую жизнь говорю господи приди и помоги чтобы восторжествовала твоя духовная библейская правда еще один момент но дополнительно о чем я хотел поговорить с вами я приехал в израиль больше 30 лет и приехал из сссср и помните в ссср было что называется пропагандой контролировали слова о которых мы говорим ну то есть цензура была и восьмидесятые годы когда я заканчивал школу и потом пошел в институт и в армию ну как бы все знали что об этом можно говорить об этом нельзя говорить когда мы приехали в израиль я был просто потрясен что здесь можно говорить все но позднее я видел странную вещь в израиле было полным полно всяких пропалестинских групп которые спокойно в израильских городах могли вывешивать свои флаги и говорить свою простите за выражение нечисть пургу и израильский что истаблишмент полиция просто игнорировала это свобода у нас давайте обо всем говорить и вы знаете как бы часто говорят америка соединенные штаты это место где свобода слова превыше всего ну попробуйте в соединенных штатах повесить какой-то вражеский америки флаг и сказать вот мы такое мнение имеем сразу же приедут те кто надо и уберут то есть свобода свободе но есть какая-то разумность свободе вы знаете я не люблю никакого плана насилия но когда сейчас вдруг кто-то идет по улице и в знак солидарности на улицах хайфы или тель-авива или иерусалима вдруг поднимает флаги приезжает полиция и сразу арестовывает этих людей говорю ну слава богу хоть хоть какие-то ограничения включились хоть какие-то ограничения включились невозможно быть абсолютно свободным то есть ты можешь говорить о разно твоем понимании демократии или этого или этого не важно но когда ты пропагандируешь в стране что-то анти этой страны против этой страны уничтожение этой страны но такого не должно быть но вот сейчас наверно это случается наверно в заключение хочу сказать конкретно духовные просьбы молитвы но молитесь чтобы арафель туман ушел от нас чтобы господь дал знание понимание чтобы удалил страх страх это тоже парализующая штука и чтобы мы могли продолжать делать свою работу как духовные ну я надеюсь духовные люди в израиле ищущие истину во имя ешуа чтобы могли пасти нашу паству могли распространять благовестие с практической стороны мы ездим по базам развозим то что нужно некоторые спрашивают зачем в израиле что-то нужно вообще армия что не позаботилась просто пришло минимум на 30 40 а может и 50 процентов больше резервистов чем планировалось и вот на них не хватило дополнительных вещей слава богу мы в состоянии многие другие организации в состоянии благодаря вам поэтому кто хочет пожертвовать для этого пожалуйста мы сразу закупаем какие-то вещи вот сегодня купили несколько наименований вещей которые просили у нас разные группы солдат и переправили им господь пусть благословит вас мы верим что верен призвавший верен восстановивший израиль он не даст поколебаться ноги нашей уповаем на него и также просим вас быть с нами в молитве пусть господь благословит шалом вам а я это я не все вы не